да да вот по поводу инсайдерской информации слова гудмана как комментируешься может быть ты уже говорил я просто не было в эфире смотрел до опыта ролик там буквально 20 с удовольствием буду постоянно комментировать мне нравится этот ролик комментировать это но я его не смотрел мне про него рассказали не скинули ссылку я первые две секунды как я человеку написал почему голосом не сказано потому что голосом когда будет говорить можно по голосу выяснить по интонации ложь или нет поэтому ролик был написан вот если бы он его озвучил бы тогда бы любой бы мало-мальский человек который разбирается их или иных вопросах подражание голоса бы сделал вывод разоблачение бы произошло а тогда цели какие вбросы этого это когда-то при жизни это георгий сидоров очень сильно критиковал левашова который занимался кодировками сейчас я объясню что такое кодировка вот это они делают кодировку сейчас я объясню что такое кодировку для ушел так сожалению он занимался кодировкой в чем она заключалась когда он говорил допустим что там девочка в машине взорвалась но он сделал так чтобы она это он ее сшил и она из кусочков до сих пор бегает часть людей не принял эту информацию часть людей подсознательно записала часть людей восхитилась левашовым и начал его боготворить то есть кодировка заключается в том сказать абсолютно высшее достижение как он там озоновые стыры латал чернобыль это очистил от ядерной радиации ну по словам левашова то есть на люди на подсознание записываются такая формулировка они великие они всемогущие то есть это произошла кодировка то есть внушение человеку людям что они это сверх люди и чтобы перед ним и было роптание на подсознательном уровне это можно сказать психологическая такая вот ловушка да 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 специально говорится очень высокого порядка достижения вот как левашовым занимался кодировками это ну и многие не только левашов многие это практикует это поэтому голоса не было в кадре раз антарктиды то и не существует которые они стал те кто ему этот текст дала не что антарктиду знают как вариацию маленькая кругленькая планета они снимают что-то антарктиды не существует который нам нарисовали я-то абсолютно точно знаю что за антарктическим кругом находится новый день буду сюда руку на сердце уложить за антарктическим кругом находится абсолютно новой земли поэтому там сразу как говорится несколько вариантов озвучки нету антарктиды не существует ну и обыкновенная кодировка жалко что я это надо было включить микрофон он нема возможно еще зададут этот вопрос не раз просто хочу отдельно я вообще между прочим хотел ролик сделать по поводу этого высказывать можно свои пять копеек тоже по этому поводу пожалуйста у меня можно сказать открыть глаза как раз действительно очень очень логично сделать вывод что это действительно какая-то это программирование психологически а вот по поводу этого на психологии правильно вот перед передана информация человеку будто по телевизору будто по радио или ну про текст я не знаю как прочитаны но вот конкретно правильно расставленные слова сделаны паузы это там точки да такие вот пунктуации полностью способны человека кодировать но это я не мере подкрывать всем понятно что нам сказали а на самом деле он кто там как его этого забыл профессора который мозгами дягилев чикак его занимался пообщался со сталина так это дегенерат типичный вышел из кабинета хлопнул кто как там шоке как это генеральный секретарь советского союза примитивный умственно отстал даун вопрос к тебе а были еще такие вот примеры может быть не до нашей но это информация имеется может быть до нашей как бы сказать не эры а как это вот цивилизации может быть на нашем уже веку были и такие варианты когда ну правительство грубо говоря не жало не жало свой народ и как бы на развитие работала ну чтоб не как это понял да мы просто вот 200 лет назад так было только во всей нашей соте все шло на развитие представляете по по всей практически буду говорить планете потому что планета это плато с испанского плоскость было колоссальное количество городов с архитектурой санкт-петербурга а вы знаете что построить санкт-петербург мы сейчас не сможем вот этот эрмитаж построить или исаакиевский собор мы не сможем это нам не под силу тем более исаакиевский собор насколько я могу предположить он где-то на метров тридцать еще вниз уходит это мое предположение после портала а так называемых кавычках культурный слой ну да типа культурный счастья насыпало с неба вот поэтому на развитие было и те кто раз оккупировал естественно это им было не очень удобно но как бы сейчас еще две секунды я обратил внимание все-таки вася подсказывает что сталина если бы так бы и я ошибаюсь сталина ведь убили за то что он добрые дела делал ну во первых я еще могу сказать нам сказали что вы убили причем по одной версии его отравили по другой версии у нее сердце схватило долго не вызывали скорую помощь откуда мы с вами это знаем эту информацию с художественных фильмов нам специально мировое правительство сняло несколько фильмов как умирал сталин откуда мы это знаем потому что нам сказали а на самом деле он кто там как его этого забыл профессора который мозгами дягилевчик как его занимался пообщался со сталином 5 минут так это дегенерат типичный вышел из кабинета хлопнул кто как там в шоке говорит как это генеральный секретарь советского союза примитивный умственно отстал дау ну конечно расстреляли потом за эти слова но но сам факт что он то сказал тоже я говорю алинда был даун типичный во всех отношениях умственно отстал и и